Танкисты, всем привет, всем здравствуйте, приятного хорошего вам понедельника. Смотрите, что появилось в игровом магазине. Ключ от контейнера за 750 голды и за 3 бакса аж даже 2 ключа. Я думаю, что это от какого-то, наверное, очень годного танка. И давайте посмотрим, что же можно открыть таким ключом. Нужен запертый контейнер ВК-90-01П. Контейнер может содержать немецкий тяжелый танк 10 уровня, коллекционный, как мы все знаем, либо часть сертификатов на ВК-90-01П. Что-то мне подсказывает, что этих частей будет очень много, но недостаточно. Е75-ТС и КП-ФПЗ-70, еще и Скорб. Короче, это запертый контейнер от всех практически немецких тяжей премиумных. Ну, давайте посмотрим. 828 у нас голдишки есть. Мы приобретаем этот ключ, который, я так полагаю, можно купить один единственный раз. Либо его, либо набор из двух ключей за 3 бакса тоже, который можно купить один раз. А остальное все будет продаваться очень дорого, за очень много. Теперь вот в чем вопрос, ребят. И ключ есть, а где тот самый контейнер запертый, который нам так нужен? Я так подразумеваю. Ребят, как по прошлой практике, если судить, то эти контейнеры выпадают, наверное, после боя. Давайте проведем один бой и посмотрим. Так, у нас хай-квалити в нашей команде на ВЗ-113 и бесстрашный. Судя по прошлой практике, очень некомфортно. 140 чувствует из себя на мосту, без углов склонения орудия. Было бы круто, на самом деле, выбить танка за 750 голды с первого сундука. Это будет очень круто, но я думаю, что... Нет, в любом случае найдутся, ребят, люди, кто это сделал. Это прям 100%. Найдутся такие умельцы. Также найдутся, ребят, умельцы, которые не выбьют даже с 10-го. Инфосотка. Ну, а что ж ты себе позволяешь? Я не знаю, есть смысл ли ехать наверх, ребят? Ну, в смысле, они все внизу и так. Ладно, пойдемте там про джету. То есть сейчас в СС-113 будет Annihilation. Надо помогать, парни. Шерик уже поиграл. Это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я на самом деле. У меня просто загружается GTA, поэтому так может немножко пинговать. Ой-ка, ты... Как я обожаю 140, ребят. Сегодня у нас... Если будет стрим, буду пробовать брать мастер дачи. Боже, это идеально там для меня. Пробил. Хорошо. Интересно, контейнеры падают вообще всем? Абсолютно? Либо же нужно провести какой-то топовый бой? Как вы думаете? Я думаю, что абсолютно всем. Ну, есть почему-то у меня основания так думать. Потому что в прошлые разы выпадало абсолютно всем. Так, что там еще? Ягдпанзер стоит, да? О, моя вина. О... А, вот так надо стрелять? Без сведения. Все, я понял. Извините, я до конца не разобрался просто в механике игры. Все, теперь понял. Ладно, ты с ними, я думаю, разберешься. А, так и с тем тоже разберутся. Мне тут особо делать нечего. Пойдем, пойдем. Сейчас атаковать будем. Я думаю, получится. Так, отлично. Все, отлично. На 2 700 накидали. Посмотрим, заслужили мы. Вот, вот он. Короче, после каждого боя, после каждого боя у нас будет выпадать вот такой контейнер. Такой сундук. Покупаем ключ. Играем бой. Ну, мне за 2 700 выпадает сундук. Вам, может быть, за большее. Может быть, за меньшее количество урона выпадет. И открываем. И выпадает, конечно же, куча сертификатов. Вот, видите. Сертификат на Е75 TS в размере 10 штук. А зачем он нам нужен, неизвестно. Потому что он у нас есть. Забираем. Но вы, возможно, более счастливый. И вам, вероятно, повезет. Теперь испытываем удачу, приобретая ключ за 3 бакса. Точнее, ключи. Потому что в наборе их 2. А 3 бакса это 210 что-то в районе. 210-250 рублей. Ребята, это возможность за получение возможности. Но вы должны понимать, что это такое. И на что вы подписываетесь. Поэтому не каждому подойдет такой способ траты денег. Может быть, кто-то предпочитет на эти деньги поесть. Хорошо. Еще 2 сундука у нас, по идее, должно быть. Давайте проведем еще 2 боя. И посмотрим, что же попадется в них. Было бы хорошо, на самом деле, показать вам, даются ли контейнеры за поражение. Я, честно говоря, не знаю этого. Я сейчас посмотрю. Так, ну и как видите, за поражение тоже дает сундучок. Давайте похвалим 2 нуля, которые нам помогли не затащить эту катку. Е-75, который жил практически до самого конца, тоже не настреливает ничего. Так, ну, открываем второй сундук, который нам даровали за слив. И что же попадется в нем? Ну и, конечно же, часть сертификата на уже имеющийся у нас танк. Так, погнали еще в один бой, чтобы открыть третий сундук. Посмотрим, может быть, в этом бою поведет нам больше. Как-то команда пока вытягивать сундуки не хочет. Видимо, их у товарищей танкистов и так предостаточно. Они просто играют в свое удовольствие, как некоторые говорят. А игра в свое удовольствие. Ну, давай, Центурион, по классике жанра покрути башни. Посмотри, все ли в порядке, все ли в норме. Естественно, не поесть куда надо. И жди, чтобы нас объехали с тыла. Все правильно. Хотя там Т-54 и стандарт, который, по сути, можно было на самом деле уработать. Больной рандом, ребят, болеет. Рандом болеет, поэтому с этим нужно просто мириться. Либо временно не играйте в эту игру, либо принимайте его таким, как он есть. Ну, пожалуйста, ребят. Сколько времени потребовалось, чтобы ААА сдох? Вы считали или нет? Около 30 секунд, ребят. Около, может, чуть меньше. Может быть, чуть меньше. О, Центурион, ты решил через центр поехать на Т-54? Ну, дурень, ну, дурень. Пробить ее. Нужна помощь? Ты серьезно? То есть ты решил подохнуть на свежем воздухе, правильно? Пробить ее. Да-да-да, пройти, 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 пройти помощи, дружище. Давай, давай. Конечно, тебя никто не слышит. Давай. Ой, ех, сдох. Конечно, пробил. А как же иначе? Посмотрите, он потратил 1600 хп и сделал 2000. И говорит так точно. Боже, бог. Бог ты мой. Я не знаю, что творится. Короче, объект 140, как бы он мне сильно не нравился, он просто заколдован. Я на нем не могу просто ничего сделать. Он просто трындец какой-то. Либо это связано с контейнерами, которые я так хочу открыть. И даже не то, чтобы открыть, а я хочу насладиться содержимым. Ха-ха-ха. Хорошо, хорошо. Пойдет, пойдет. Брайки. Окей. Давайте, давайте. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Противник уничтожен. Танк уничтожен. Так, ну и наконец-таки мы выстрадали. Наконец-таки долгожданный сундучок-контейнер. И посмотрим, что в нем. И, наверное, на этом наше переключение в рандоме на сегодняшний день до стрима закончится. Открываем. Третий получается. То есть, мы на него потратили 3 бакса. И в нем тоже сертификат на скорпион. Поэтому ничего интересного мне лично не выпало. Напишите в комментариях, что выпадает вам. До новых встреч. Пока-пока.